Не буду раздумывать. Приказываю полиции и армии, а также всем местным властям, если будут неприятности, если вам будут угрожать, пристрелите их. В таких выражениях объявлять бой коронавирусу и его распространителям позволяет себе президент Филиппин, накануне расширивший свои полномочия под предлогом борьбы с эпидемией. Другие главы государств и правительств пока сдержанные, но по сути многие из них делают то же самое. Под шумок прибирает власть к рукам. В Боливии временное правительство отменяет досрочные выборы и объявляет карантин на всей территории страны. В Алжире комендантский час приостанавливает пятничные митинги, продолжавшиеся больше года. В Ливане полиция разгоняет сидячий протест в центре столицы. На улицах Чили вместо недовольных властями активистов появляются военные патрули. Социальные протесты сотрясали Чили с 18 октября. В последнее время они активизировались, пока на первый план не вышла тема мировой пандемии. Отменять массовые мероприятия, закрывать учреждения и аэропорты, принудительно проверять на COVID-19, штрафовать и задерживать несогласных смогут британские власти, если парламент примет законопроект о коронавирусе. Необходимость серьезных мер обсуждают сейчас и в Соединенных Штатах. Оперативные меры иногда задерживаются на годы или десятилетия. Через 20 лет после терактов 11 сентября и принятия патриотического акта мы до сих пор пытаемся пересмотреть наиболее агрессивные из временных мер. В Израиле премьер Нетаньяху приказывает спецслужбам следить за гражданами, ограничивает работу парламента и судов. Суд по делу Нетаньяху отложен на два месяца. Всего за два дня до запланированного начала заседаний на понезамедление страны в связи с мерами против пандемии прозвучала новая дата – 24 мая. Венгерский премьер Виктор Орбан заходит дальше других. Вводит прямое правление, единоличное и потенциально бессрочное. Премьер-министр сможет править страной в обход национальной ассамблеи, пока правительство не решит, что эпидемия закончилась. Правительство объясняет, не может ограничить время действия закона, так же, как не может ограничить срок пандемии. Напуганные пандемией граждане не только закрывают глаза на перераспределение власти, но и соглашаются на ограничение собственных свобод. В Южной Корее закреплено законом общественное здоровье выше приватности, которое приходится жертвовать ради надежной защиты от вируса убийцы. И большинство это поддерживает. По примеру Китая, множество стран отправляют сейчас своих граждан на карантин и вводят в систему слежки за его нарушителями. Причем, если об ограничениях в Ухане медиа отзывались критично, то о мерах безопасности в своих странах рассказывают с пониманием. Городские камеры наблюдения есть практически везде, как, например, и здесь, в сквере Костюшка в Гдыне. Новые программы могут распознать человека или группу людей, и в случае, если их окажется больше положенного, система сообщит об этом оператору, и тот уже полиции или городской охране. С помощью камер наблюдения или дронов полиция выявляет скопление людей и нарушителей, слишком далеко отошедших от места жительства. Внутри домов за гражданами могут следить их собственные телефоны. В Минкомсвязи создают систему для отслеживания нарушений карантина по коронавирусу. В мэрии Москвы официально сообщили, что готовы использовать QR-коды для того, чтобы отслеживать перемещение жителей города во время самоизоляции. Будут следить за нами всеми возможными способами. По геолокации в телефоне, по камерам видеонаблюдения. Мы знаем, что их в Москве много. И так далее. В условиях пандемии многие, и граждане, и СМИ, действительно готовы смириться с ограничениями свобод и расширением полномочий властей. Но что будет дальше? Откажется ли правительство от новых возможностей, когда болезнь отступит? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...